Ефим Бершин, «Дикое поле». Эта война зашла в какой-то кровавый тупик, выхода из которого уже, казалось, не было. Многочисленные комиссии, наблюдатели, представители ООН и ОБСЕ, генералы и министры приезжали и уезжали ни с чем. А война продолжалась. Поэтому, когда прошла информация, что 23 июня с инспекторской проверкой в 14-ю армию прибыл какой-то полковник Гусев, никто на это не обратил внимания. Подумаешь, еще один полковник, сколько их уже было? Но этот полковник оказался каким-то настырным. На другой же день, без всякого предупреждения, он нагрянул в Бендеры, где с немногочисленной охраной, состоящей из привезенных им с собой то ли десантников, то ли спецназовцев, обследовал все позиции. После этого, не заезжая в Тирасполь, махнул в Дубоссары. Внимательно смотрел и слушал, был молчалив, только смотрел на всех страшными глазами. Насколько я понимаю, еще несколько дней у полковника Гусева ушло на то, чтобы проанализировать данные военной разведки, изучить молдавскую прессу, программу, руководящего Молдавией Народного фронта и общую ситуацию на обоих берегах Днестра. А уже 28-го, отбросив конспирацию и ни о чем не говорящий псевдоним, он обернулся новым командармом 14-й армии генерал-майором Александром Лебедем. Собрав в Тираспольском доме Совета журналистов, он объявил, что прежде чем излагать суть своего заявления, должен сделать три оговорки. Первое. «Пресс-конференции в обычном смысле сегодня не будет. Говорить буду я, вы будете слушать, если вам это интересно, а на вопросы отвечать не буду». И сделал заявление. «Я обращаюсь прежде всего к вам, первый президент свободной России Борис Николаевич Ельцин. Я обращаюсь также к президентам суверенных республик, к народам, правительствам и парламентам, ко всем, кому будет интересно меня слушать. Товарищ главнокомандующий, я, командующий 14-й общевойсковой армии генерал-майор Лебедь, вам докладываю. Личным расследованием установил, что на границе Приднестровской Молдавской республики и республики Молдова нет межнационального конфликта. 39% населения Приднестровья – молдаване, 26% – украинцы, 24% – русские. Эти люди всегда жили между собой в мире. Здесь они родились, выросли, здесь могила их предков. Здесь имеет место геноцид, развернутый против собственного народа. Я подтверждаю это некоторыми, повторяю некоторыми фактами. Только с Приднестровской стороны по состоянию на сегодняшний день количество убитых достигает 650 человек, раненых до 4000. Подавляющее большинство убитых и раненых – до двух третей – это мирное население, это женщины, старики, дети. Это не военнослужащие, не военные обязанные. Это люди, не состоящие в военизированных формированиях. Если в Бендерах идет восстановление конституционного порядка, то всему мировому сообществу надлежит пересмотреть понятие «оккупация». Я официально докладываю, что здесь, на территории Приднестровья, нет ни посткоммунистического, ни прокоммунистического, ни неокоммунистического, никакого другого режима. Здесь просто живут люди, которых систематически и иезуитски, зверски уничтожают. Причем уничтожают таким образом, что эсэсовцы образца 50-летней давности – просто сопляки. Военный совет армии располагает обширными кино-фото-видео-материалами и готов представить их для рассмотрения любой комиссии, назначенной международным сообществом. Некоторые выводы. На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая огромная страна должна об этом знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад сломать фашизму хребет. И должна пошевелить своей исторической памяти. И должна вспомнить о том, чем оборачиваются уступки фашизму. И должна принять все меры к тому, чтобы фашисты знали надлежащие места на столбе. Желательно на Качаерском плацдарме, земля которого до сих пор набита осколками, и каждый метр которой палит кровью освободительной армии в 1941-1945 годах. 2. То, что я увидел, услышал и наблюдал, дает мне моральное право заявить, как бы парадоксально, а может и смешно не звучало, не берусь судить, что я не могу более рассматривать законно, подчеркиваю, законно избранного президента Молдовы Снегура, как президента. Да, избран законно, на волне эйфории, роста национального самосознания, самоуважения. Но вместо державного руководства организовал фашистское государство, и клика у него фашистская. Министр обороны, бригадный генерал, а точнее не генерал, а людоед от ДСААФ, Костыш, с вечера отмобилизовывает людей, а утром бросает их в бой на мясо. У него фашистская клика. У меня по отношению к фашистам однозначная, четкая, вполне определенная позиция. И я хотел бы обратить на это обстоятельство внимание народа Древней Молдовы. Пусть он задумается, кто им правит и куда его ведут. Третье. Наверное, нам всем, вместе взятым жителям Земли, я мания величия не страдаю, можете зафиксировать и этот факт, должно объединить усилия в том, чтобы мы заняли вполне определенную позицию. Настало такое время занять определенную позицию. Пора прекратить болтаться в болоте малопонятной, маловразумительной политике. Что же касается державы, которую я имею честь здесь представлять, могу добавить еще то, что хватит ходить по миру с сумой, как козлы за морковкой. Хватит. Пора за дело браться. Державность блюсти. «Возьмемся, у нас занимать будут». И самое последнее. Я завершаю свое заявление тем, с чего начал. Я говорил, как русский офицер, у которого есть совесть. По крайней мере, я это точно знаю. Я говорил это для того, чтобы все задумались. Подчеркиваю. Я сказал, а вы, товарищи, господа политики, и ты, господин народ, думайте. Из всего сказанного генералом, московские телеканалы выбрали только фразу про козлов и морковку. Все. Российская «демократическая» в кавычках интеллигенция была в шоке. А российские средства массовой информации, не дожидаясь призыва лебедя, уже давно занимали вполне определенную позицию. В Молдавии же его просто-напросто испугались. Снегур, получивший, наконец, надежду в кавычках занять определенное место на столбе и звание фашиста, не на шутку переполошился и кинулся было жаловаться в Москву. Никакое мировое сообщество уже не могло, на его взгляд, остановить страшного с виду генерала, обладавшего нечеловечески низким басом. Только Москва. Но Ельцин, хотя и сообразил уже, видимо, что выпустил из бутылки самого настоящего джинна в генеральских погонах, пока отмалчивался. Заявление генерала, в котором, несмотря на обтекаемую форму выражений, досталось и самому Ельцину, стало неожиданной сенсацией. Его обсуждали СМИ всего мира. И Ельцин пока не вмешивался. А тем временем весь политотдел 14-й армии и целая бригада армейских журналистов под руководством полковника Баранова были заняты тем, что рассылали заметки в Кишиневскую прессу от имени жителей Приднестровья. В этих заметках лебеди рисовали такими людоедскими красками, что, наверное, и мертвые перепугались, не то что Снегур. Снегур, правда, пытался хорохориться и даже сам чем-то там угрожал лебедю, но тем не менее спешно уволил с должности «людоеда-десав» Косташа. Генерал сам создавал себе образ непреклонного, решительного и жестокого вояки. Но при этом еще независимого в своих суждениях и поступках. И это казалось самым страшным, в частности, для московской элиты. «Сегодня он наведет свой порядок в Приднестровье и Молдавии», рассуждала она, «а завтра приедет в Москву. И что тогда будет? Новый диктатор?» Александр Иванович, может быть, и сам того не желая, напугал не только молдавских лидеров, но и российских. На следующий день после нашумевшего выступления я сидел в штабе армии в маленькой комнате, куда вела дверь из его кабинета и куда дневальный доставил чай и кофе. Лебедь, вопреки утверждениям недоброжелателей, любил пить именно кофе. Пока генерал выслушивал какое-то донесение от начальника Тираспольского гарнизона полковника Михаила Бергмана, я оглядывался по сторонам. Сразу бросилось в глаза, что на столе стоит бюст Владимира Высоцкого, что сам кабинет обставлен абсолютно казенным образом, как это и положено кабинету командарма. А вот маленькая комнатка отдыха за ним уже вполне определенно несла на себе печать характера и пристрастий хозяина. Добил меня раскрытый на журнальном столике том Платона, совершенно не ввязавшийся ни с внешним обликом генерала, ни с созданным ему образом. Когда Бергман ушел, лебедь, кивнув на дверь, вдруг неожиданно высказался. — Первый раз вижу такого «отмороженного» в кавычках «еврея». Представляешь, берет двух казаков за шиворот, приподнимает, стукает лбами и укладывает штабелем. Потом следующих, абсолютно отмороженный, и ничего с ним сделать не могут. Летящий лом не остановить. — А почему у вас на столе бюст Высоцкого? — поинтересовался я. — Не Кутузова или Суворова, как положено генералу, а Высоцкого. — Потому что Высоцкий — наш человек. Не задумываясь, ответил генерал. — Я так чувствую. Меня поразила его страсть разговаривать афоризмами и прочими прибаутками. Казалось, они у него припасены на все случаи жизни. Еще одну его особенность я открыл позже, когда работал над интервью. Чуть ли не первый раз в моей журналистской практике мне, литературному обозревателю и публицисту, работавшему в основном с писателями, не пришлось ничего править, не пришлось переводить устную речь в письменную. Он говорил, как пишут, точно выверенными и уже как будто отредактированными фразами. Прошел слух, будто Вы высказываетесь за смену правительства, но ведь Россия в критическом состоянии, а коней, как известно, на переправе не меняют. Кто этот слух пустил, отрезал лебедь, тот пусть за него и отвечает, я такого не говорил. А что касается коней, да, коней не меняют, а слов надо менять обязательно, потому что глупость — это не отсутствие ума, это ум такой. И что нам с этим умом делать прикажете? Но ведь у нас нынче демократия, лидеров выбирают. Конечно, Гитлера тоже выбрали, и Снегура выбрали, а он оказался фашистом, самым настоящим, с фашистской программой, с кровожадной кликой. И что теперь? Четыре года ждать новых выборов? Да он за это время столько крови прольет, что и в выборах некому будет участвовать. Вот поэтому и говорят, что Вы не демократ. А я и не могу быть демократом. Я генерал. А генерал-демократ — это то же самое, что еврей-оленевод. Не боитесь мести со стороны Снегура. Он вроде грозился поступить с Вами не самым лучшим образом. Последним смеется тот, кто стреляет первым. И лебедь выстрелил. Не первым, конечно. По местам дислокации 14-й армии стреляли давно и неоднократно. Но его выстрел был первым ответным. Приведенная в считанные часы в порядок тяжелая артиллерия, била прямо с терраспольского полигона. Над скоплениями молдавских войск повисли вертолеты-наводчики, которые корректировали стрельбу. Кицканский плацдарм на Суворовой могиле название места был разнесен в дребезги. Клочья летели от кошницкого мешка и от формирований в Варнице, которые все еще угрожали нападением российским военнослужащим, дислоцированным в Бендерской крепости. После этого ночного кошмара обстрелы приднестровских населенных пунктов реактивными снарядами больше не возобновлялись. Это было первое и единственное вмешательство 14-й армии в войну. Ефим Бершин «Дикое поле» Фрагмент читал Егор Серов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова